В 2024 году дед жаловался, что его обманули 7 раз. Надули. Просто нагло обманули. В 22-м и 23-м дед хныкал, что его кинули 10 раз. Нас просто водили за нос, обманывали. Особенно его раздражают телефонные мошенники. Непонятно кто больше, Шольц или Макрон. Просто, знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении еще пожилых людей. Давайте откроем матрешку и посмотрим, как кидают и обманывают главного многоходовочника всея России. Не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Путин любит жаловаться на обман западных стран. Как своим проверенным пропагандистам. Нам ведь много раз уже, чего только не обещали. Обещали не расширять НАТО на восток. Потом мы увидим их у наших границ. Так и представителям этих же недружественных стран. Ну, обещали же. Никакого НАТО на восток. Дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что? Ну, на бумаге же они зафиксировали. Поэтому будем расширять. Пять расширений. Ладно, то, что коварные англосаксы все время норовят обвести деда вокруг пальца, это понятно. Но вестготы с вандалами тоже не спят. Коварство против России замышляют. Четыре офицера Бундесвера, ссылаясь, что самое поразительное, на опыт Люфтваффе, обсуждают, как можно так вот разбомбить наш Крымский мост и сколько ракет хватит, 10 или 20, и еще и сделать это так, чтобы никто ничего не понял и чтобы Шольц мог продолжать утверждать, что он не принимает участие в конфликте. А что же друзья РФ из БРИКС? Со всех утюгов вещают, что это организация, которая вот-вот станет главной силой на земле. Вон даже новых участников приняли. Вот только ключевую роль там играет вовсе не Россия. Ключевую роль там является и играет Китай. Если мы говорим, то, знаете, это мука, все остальные бэ зачем? Ситуация в этой стайке товарищей похожа на игру в покер, когда группа опытных шулеров облегчает карманы простака, севшего с ними играть крапленными картами. Вы, образно говоря, вынимали из рукава триллион за триллионом. Но дед упорно не выходит из-за карточного стола. Почему? Да потому, что так называемые друзья всячески заверяют Бункерного в том, что очень его уважают. Чтобы старик не вздумал уйти со своими дешевыми нефтью и газом. Раньше времени. Сколько? Тринадцать штук. Кончил. Чтобы вас не огорчить, можно бабки получить. Индия, один из главных соратников и партнеров, уже два года просто наживается на торговле с Россией. Правда, непосредственно с Россией она не торгует, а только скупает у РФ энергоносители. Естественно, за бесценок. Бразилия – это большой палец Венера. Россия – это указательный палец, который указывает всему миру. Это Юпитер управляет. Индия – это средний палец. Вы поняли, для чего он и кому показывать. Мало того, что Путин продает индусам ресурсы своей страны чуть ли не по себестоимости, так еще и делает это за рупии. Ничего не скажешь. Великая победа кремлевского диктатора, который уверяет незамысловатых россиян в том, что крах доллара неизбежен. И уже вот-вот должен наступить. Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Что же касается цифр, то Россия от такой торговли с Индией получила колоссальную прибыль – около 50 миллиардов долларов. Правда, есть нюанс – они упали на счета РФ в рупиях. Но, по словам Лаврова, Индия пообещала найти применение этим деньгам и подсказать, в какие отрасли можно их инвестировать в Индии. Укрепление российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства отвечает коренным интересам наших народов, способствует поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности. Так что же это получается? Путин по копеечным ценам продает моде углероды за индийскую валюту, которая в России никому не нужна. Поэтому он сможет их вложить разве что в экономику Индии. То есть способствовать развитию чужой страны, а не своей. Как вам такая многоходовка под названием «Игра в одни ворота»? Ну да, ну да, пошел я нахер. Возможно, часть этих инвестиций ушла на производство боеприпасов и осколочно-фугасных снарядов, которые Индия через европейских партнеров продавала Украине. Индия продолжает отправлять боеприпасы для Украины через ЕС, несмотря на две просьбы России прекратить поставки. Но дед останавливаться в сотрудничестве с этим членом БРИКС не собирается. Как сообщает индийский новостной портал Indian Defense News, Россия поможет Индии модернизировать находящиеся на ее вооружении боевые танки Т-72 для их последующего возможного экспорта. Всего две с половиной тысячи штук. Так что уже сейчас можно сказать спасибо Бункерному за пополнение украинских танковых корпусов. И вот по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30 процентов от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Надежнее Индии только дружба с Китаем. Русские с китайцем, братья на век. Пропаганда со всех утюгов нам внушает, какие крепкие друзья Путин и Си. Вот только приятельство это держится на огромной экономической выгоде для Поднебесной. Газ для КНР продается в два раза дешевле, чем в Турцию и Европу. И РФ собирается еще понижать установленную цену. А то вдруг китайцы перестанут его покупать. Китай требует от России поставлять газ по внутренним ценам. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина зашли в тупик, сообщает Financial Times. Пекин хочет купить газ по сильно субсидируемым российским ценам. Си жмет Путину руку, ласково щурится и говорит ничего не значащие комплименты. А в это время по бросовым ценам скупаются гигантские объемы всего, что имеет ценность. Китай действует строго в своих интересах. Скупать ресурсы по дешевке – да. Попробовать стать монополистом на российском рынке техники – да. Открывать компании на территории ненадежной и нестабильной России – нет. Знаете, так в детстве хулиганы, типа, дружат с каким-то парнем из богатой семьи, чтобы он из дома таскал конфеты и мелочно мороженое. И пока таскает, бить его не будут. Деньги есть? А? Деньги, говорю, есть? Нет. Давай так. Если найду, оба получаете в морду. Справедливо? Да, давай. Ну, а самым ярким проявлением китайско-российской дружбы является тот факт, что сначала Россия практически полностью в расчетах переходит на юань, а затем китайские банки отказывают в операциях с юанем. Ну, что тут скажешь? Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. Да что там хитрые восточные друзья и не менее коварные англосаксы? Тут от своих, даже очень близких соратников, говоря, на питерском наречии деда одно сплошное надувательство и кидалово. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Миллер в 2008-м уверял, что «Газпром» станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение 7-8 лет. И к этому времени капитализация «Газпрома» достигнет триллиона долларов против 360 миллиардов на тот момент. Сейчас капитализация «Газпрома» 43 миллиарда, а рынок, да, растет. «Газпром» скукоживается. Рынок останется узким. При этом объем спроса на газ неуклонно будет расти в ближайшие десятилетия. Сечин, еще один старый товарищ деда, от Миллера не отстает. Стоимость возглавляемой им Роснефти отрицательно выросла с 92 миллиардов долларов. В 2013-м до 58 миллиардов в 2024-м. А так нефть хорошая, та, которая пол-литра для деда. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, в лучшем. При этом общий объем долгов в долларовом эквиваленте составляет 147 миллиардов. И если компания совсем немного поднажмет, то уже в очень скором времени ее долговые обязательства будут в три раза выше ее стоимости. Ну или, другими словами, будут составлять почти 50% от всего золотовалютного резерва Российской Федерации. И такая возможность, безусловно, у нас есть. Не отстает в плане обмана Бункерного еще один бывший чекист Сергей Чемизов. Своеобразной эпитафией для программы по развитию российской авиации, которой он руководит, можно считать то, как производится, а точнее откладывается выпуск российских самолетов. У нас каждый год будет выпускаться по 20 лайнеров Superjet New. Что касается МС-21, мы тоже в 2024 году должны завершить сертификацию и выпустить первые серийные шесть машин. Руководство опытно-конструкторского бюро имени Яковлева обещало, что серийное производство МС-21 начнется в 2016-м. В 2019-м глава Ростеха Сергей Чемизов сообщил, что сроки сдвигаются на конец 20-го, потом на 24-й, затем глава Минпромторга Денис Монтуров передвинул их на 2025-й. Теперь многострадальный МС-21 улетел на 2025-й год, а Superjet 100 на 26-й. Поставки Ил-114-300 также ожидают в 2026-м году. Вполне возможно, что и эти сроки сдвинут вправо. Это разочаровывает. Этот список можно продолжать до бесконечности. Какую отрасль не возьми везде друзья Путина, которые все время его обманывают. Бедный, бедный дед. Просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами происходит. В СССР о гибели которого так сожалеет Путин, если хотели пошутить об убыточном колхозе, то говорили, что это колхоз с гордым именем «300 лет без урожая». При этом прекрасно понимали, что главная проблема любого колхоза – это неграмотное руководство председателя. Засиделся Владимир Владимирович, пора уже на боковую. Ведь именно от председателя зависит, что и как происходит в этом колхозе. А если он с кормами просчитается или посевную раньше времени проведет, то и результат будет соответствующий. Остается жаловаться на то, что и с кормами обманули, и с прогнозом погоды надули. Ну, как человек с базовым юридическим образованием, конечно, понимаю, где здесь засада. Хотя всему миру уже понятно, что мнимая экономическая и военная мощь России, как и все другие ее мощи – это результат правления старого, обманутого чекиста-неудачника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok